Всем привет! Вы на канале Даша Моглс и сегодня я строю довольно брутальную военную технику. И эта мордочка вам может напомнить и буханку, а также и советский тепловоз. И видимо у Маза и у всех этих машин один дизайнер, или они вдохновлялись одним орком, который за рулем этого военного тягача. Давайте приступать к постройке модели. И так передо мной довольно раритетный набор, который выходил лет 5, а может быть даже и больше в АВД. Это седельный тягач МАЗ с довольно большим полуприцепом, на котором на данном боксе Пассарте изображен танк Т-34. Тоже довольно раритетный. Довольно интересно, что в то время АВД использовала еще пасхалки для своих картинок и за рулем изобразила здесь Шрека. Даже прямому не за рулем, а рядом. Сейчас эта картинка выглядит довольно двухсмысленно, так как военный тягач с орком в кабине звучит довольно провокационно в современных реалиях. А купить такие модели вы можете в магазине Модельная Лавка. И кстати, совсем недавно там вышел еще один мощный советский монстр с тяжелым прицепом. Тягач КРАС. Так что эта машина будет обязательно построена на моем канале. А применять этот промокод для своей первой покупки на Модельной Лавке вы не только получите скидку в 500 рублей, но и поможете развивать мой канал. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. Теперь вернем коробку. И на обратной стороне другие варианты тягачей, которые есть в коллекции наборов АВД. Это тот же МАЗ 537, который в соло-варианте изображен. Все-таки это довольно харизматичные машины, имеющие такой необычный дизайн. И интересно, что вот эта вот звездочка добавляет какого-то ему более человечного вида, что ли. В общем, не знаю, это довольно интересное дизайнерское решение размещать звезду прямо на носу военного тягача. И, кстати, эта традиция, наверное, зародилась еще во времена Второй мировой войны. Потому что я вот вспоминаю трактора, они тоже были, трактора-тягачи тоже имели такие звезды. Также есть отдельно полуприцеп, который способен перевозить тяжелую строительную и военную технику. Также отдельно полуприцеп, который перевозит огнеопасное топливо. Скорее всего, это аэродромный вариант. И также огромные кразы. Но, к сожалению, эти наборы найти сейчас точно у вас не получится. Они раскупились, как всегда, очень быстро. И АВД их не перевыпускает уже довольно долгое время. А на канале у меня есть видео, как я собираю вот этот КамАЗ. И этот КамАЗ немножко отличается от того, что внутри коробки. Это я узнала как раз-таки, когда приобрела этот набор и начала сборку. Здесь изображена, как видите, гражданская кабина. А на самом деле там военный вариант, так как бампер имеет круглые отверстия под фары и, собственно, сами фары. И поэтому я как раз хотела делать такой гражданский тягач, но получился военный. Так что переходите, можете увидеть это видео. Давайте собирать. Ну а больше контента обо мне вне моделизма или неудачные дубли мои эмоциональные дубли вы можете найти на моей страничке на Бусти. А также вы можете поддержать там мою работу. Ссылочка на Бусти есть в описании к видео. А также большое спасибо моим спонсорам, которые поддерживают меня через функцию спонсорства и на YouTube, и через ВК Донат, и в моей группе ВК. Ссылочка на группу также есть в описании. А в группе я публикую мои текущие стройки и также работы моих зрителей. Сборка моделей не вызвала у меня сложностей, и мне очень нравится собирать таких грозных, брутальных советских монстров. А в прошлом году я собирала ураганы четырехосном шасси ЗИЛ. И стилистически эти машины, по моему мнению, довольно похожи. И согласитесь, в них есть что-то суровое советское. И, кстати, некоторых советских монстров в грустном состоянии вы можете увидеть в Центральном музее Вооруженных сил Российской Федерации. И обратите внимание, что детали от моделей фирмы АВД я клею на суперклей. Классический модельный клей не сможет соединить специфический черный АВС-пластик. И удивительно, что это одна из самых редких моделей от АВД, у которых не крутятся колеса. И я знаю, что для многих это серьезный минус, но не для меня. Примеряю копьяную прицепный тягач, и теперь можно советского монстра отправить в окраску. И, кстати, на моем втором канале Даша Техник есть специальное видео про советских тяжелых монстров. В этом видео я показывала суровую российскую инженерную технику. И этот тягач вполне бы вписался в концепцию этого видео. Сидельный тягач МАЗ-537 с допустимой нагрузкой на сцепное устройство 25 тонн служил для работы в составе автопоездов полной массы до 90 тонн и буксировки низкорамных 65-тонных полуприцепов для доставки гусеничной техники, крупнокалиберных грузов, тяжелого вооружения и ракетных систем. Его проектирование осуществлялось с 1956 года и проводилось параллельно с разработкой малых баллистических тягачей МАЗ-536 и МАЗ-535. Но с переориентацией Министерства обороны СССР на более тяжелые системы вооружения все работы по теме 537 приобрели особый приоритет и были активизированы. После того, как модель собрана, я могу приступить к грунтовке. Здесь я грунтую серым аэрозольным грунтом от звезды и у меня есть претензии к постоянству его качества. Его консистенция варьируется от партии к партии и это меня не устраивает. Я нашла выход из этой ситуации и подробнее об этом я расскажу в последующих видео. Ну а после того, как грунт высох, я приступаю к окраске основных частей тягача. Раму я окрашу в черный цвет. Рамы всех советских грузовиков окрашивались именно в черный цвет. Это обстоятельство упрощает работу над такими моделями. А для окраски я использую черный спиртовой акрил от фирмы Мачете. А кабину я окрашу в защитный цвет и, к сожалению, в палитре Мачете только два оттенка защитного цвета, который не очень подходит технике времен 60-х годов. И поэтому в цвет 4БО я добавляю серый и капельку черного. И таким оттенком я окрашу кабину. Первые прототипы МАЗ-537 собрали в конце 1958 года в опытном цеху. А 29 марта 59 года началось мелкосерийное изготовление опытной партии седельных тягачей. И оно продолжалось до 64 года прошлого века. И тогда производство всех машин 537 серии окончательно перевели в курган. МАЗ-537 был принят на вооружение 30 июля 1962 года и до сих пор остается в составе российской армии. Ну а ручных работ тут будет немного. Не надо окрасить в металлический цвет агрегаты внутри рамы тягача. И также покрасить отражатели фар при помощи алюминиевых маркеров. И окрасить огнетушители в красный цвет. А на модели их аж две штуки. С технической точки зрения МАЗ-537 был развитием базовой модели 535 с увеличенной на 300 мм колесной базой. И фактически он являлся усиленным вариантом промежуточной модели МАЗ-536. На нем также устанавливали дизельный двигатель D12A в 12 мощностью в 525 л.с. с предпусковым подогревателем, двойной системой запуска, циркуляционной смазкой, генератором переменного тока с встроенным выпрямителем и всей длиной цепочкой агрегатов, гидромеханической трансмиссией с самоблокирующимися дифференциалами, а также 18-ю карданными валами и колесными редукторами. А пока сохнет тягач, я поработаю над прицепом. И тут алгоритмы примерно похожи. Вначале грунт, а потом черным цветом я окрасила затемненные места прицепа. А затем я покрыла модель базовым зеленым цветом. Ну а пока сохнет прицеп, я сделаю тягачу смывку и для зеленого отлично подойдет черно-коричневая самодельная смывка. И сделала я ее из уайт спирита и масляной краски, а излишки я вытираю тряпочкой. Четыре передних управляемых колеса подвешивались на независимой рычажно-торсионной подвеске. А для обеспечения повышенной прочности и грузоподъемности задняя балансирная подвеска состояла из двух мощных быковых продольных качающихся рычагов, укрепленных жестко на усиленной корытообразной клепано-сварной раме с лонжеронами шевелерного сечения. Сидельный вариант также оснащался поршневым гидроусилителем рулевого управления. Пневмо-гидравлической тормозной системы с барабанными исполнительными механизмами и металлической четырехместной кабиной с обновленными органами управления, установленной на двухметровом переднем свесе рамы перед моторным отсеком. На базовых тягачах МАЗ-537 лебедка не устанавливалась, а на передней стенке кабины также помещались три фары с вентиляционными лючками между ними. Но затем на серийных машинах оставили только две фары, по бокам которых размещались небольшие обтекатели с подфарниками. По обоим сторонам моторного отсека имелось пять узких и высоких воздухозаборных люков с открывающимися вертикальными заслонками. Вместо лебедки спереди и сзади на раме монтировали буксируемое устройство, а между средними мостами размещалась V-образная рабочая площадка-ступенька для оператора-сцепщика. Субтитры создавал DimaTorzok Методом сухая кисть я по железнюю тягач и места, где на прицепе ходит гусеничная техника. Методом сухая кисть я по железнюю тягач и места, где на прицепе ходит гусеничная техника. А светло-зеленой краской и тоже методом сухая кисть я высветлю уступающие поверхности маза. Методом сухая кисть я по железнюю тягач и места, где на прицепе ходит гусеничная техника. Пигментом цвета земли я чуточку прогрызню места, где загружается тяжелая техника на тягач, ведь при погрузке с нее должна стряхиваться грязь. И пигментом цвета черная сажа я обозначу следы выхлопа. Я пару раз видела, как такой тягач передвигается и действительно вокруг него возникает целое облако дыма. Так что нормы Евро-4 для него чужды. И вот такая вот тяжеловесная сцепка у меня получилась. Тягач и огромный прицеп, который предназначен для перевозки тяжелой бронетехники, ну и, наверное, какой-то строительной техники. И надеюсь, это видео вас вдохновило на ваши собственные стройки и вы получили какую-то интересную новую информацию в этом видео. До новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok